Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале и также хочу поприветствовать своих новых подписчиков. Сегодняшнее видео будет о пустых баночках и бутылочках, их немного, но я решила, что я не буду их копить, потому что уже иногда девать их просто некуда. Итак, приступим. Уже давным-давно, наверное, год и полтора у меня стоит вот такой вот бальзам от фирмы Сьез, интенсивное восстановление, питание для здоровья и близко волос. Я покупала фирму Сьез, когда она только-только вышла, у меня было шампунь и бальзам мне нравилось. Потом мне почему-то резко перестало нравиться, может быть, мои волосы привыкли и перестали как-либо реагировать. Ну, в общем, вот эта вот упаковка у меня уже стоит достаточно недавно, осталась тут совсем кархатульчика, поэтому я выкидываю для моих волос. Этот бальзам ничего не делает, но мне кажется, что он подойдет для волос не сильно поврежденных и волос в более-менее таком нормальном состоянии, потому что если у вас сильно поврежденные волосы, то этот бальзам вряд ли им поможет. Следующее, что я вам хочу показать, закончившийся очередной 120-й тюбик нежного пилинга для лица от Натур Северки, мгновенное обновление кожи для сухой и нормальной кожи. Вот так вот он выглядит. Безумно нравится тем, что частички скрабирующие уже тысячу раз, говорила, говорю и повторяю, и, наверное, буду еще повторять неоднократно. Скрабирующие частички распределены настолько равномерно, что ни единого миллиметра вашей кожи не остается не отскрабированным. Поэтому очень, у меня, по-моему, есть тут чуть-чуть отоскалось, вот так вот, давайте попытаюсь показать. Вот такого светло-коричневого цвета вся эта масса. Очень-очень мелкие деликатные частички, но они не настолько деликатны, чтобы вы не почувствовали разницу после использования этого средства. Следующее, что у меня закончилось от фирмы Гималай Херблс, Ним Скраб. Я его привозила из Индии уже полтора, что ли, года назад. В общем, он закончился только сейчас, потому что я как-то не особо охотно им пользовалась. Я объясню, почему. У него божественный запах, по крайней мере, для меня он пахнет пудрой. Очень хороший, дорогой пудровый аромат. Но, в отличие вот от этого пилинга, и такой же у них есть скраб у Натур-Сибирики, частички этого скраба распределены в массе очень неравномерно. Вот так вот он выглядит беленький. Очень неравномерно, и эти частички слишком крупные. И это как раз тот вариант, когда какую-то часть лица вы очень интенсивно скрабируете, а какую-то часть лица оставляете практически без внимания. Поэтому второй раз этот скраб я покупать не буду, хотя запах у него просто превосходный. Следующее, что у меня закончилось, это крем-масло для рук и ногтей, органическое масло Бабасу, цветы лимона и ланг-аланг. Вот так вот выглядит, видите, я тюбик прям вот дожала, что называется, дальше некуда. Крем для меня потрясающий. У меня очень сухая кожа рук, которую постоянно приходится увлажнять после воды или так вот. На самом деле, очень сухая кожа рук. Мне этот крем очень помогал. Я им пользовалась на ночь, в принципе, без проблем. Хотя, знаете, я иногда бывает, могу даже среди ночи проснуться и пойти руки мазать крем, потому что у меня просто не разгибаются от сухости. Этот крем, в принципе, мне очень понравился, очень приятный запах, достаточно быстро впитывается, не оставляет жирной пленки. Но крем нелегкий, то есть он такой вот массой, достаточно плотный на руки наносится, так что имейте это в виду. Состав более-менее тут нормальный. Экстракты лимона, иланг-иланг, и вот все то, что здесь обозначено, здесь есть. Причем экстракт лимона на одном, если я не ошибаюсь, из первых нет. Химия есть, но она как бы не такая, знаете, жестокая, как периодически бывает во всех таких подобных средствах. Следующий у меня закончился второй уже шампунь, который я тогда покупала от Планеты Органики, вот так вот выглядит, с дозатором. Это очищающий марокканский шампунь для всех типов волос на основе черной марокканской глины, масла оливы и органического масла амбры. Если честно, тот, который у меня был, я не помню какой точно, и вот этот вот шампунь мне показались примерно одинаковыми, единственное, различаются они запахами. Сейчас я купила еще один Планету Органик, тоже попробую, я вам обязательно расскажу. Вот этот шампунь хорошо промывает, волосы спокойно не мою пару дней, приятно достаточно пахнет, волосы на концах не иссушивает, кожа головы промывает, как я уже сказала, хорошо. Так что на данный момент вот эти вот шампуни Планета Органика являются одними из моих самых любимых, и я их достаточно часто покупаю. Следующее, что у меня закончился, очередной тюбик, у меня остался, по-моему, всего лишь один, это розовая вода, которую я привозила из Индии тоже. Очень приятное, вряд ли вы будете заморачиваться поисками, покупкой где-то в интернете, если только поедете в Индию, в путешествия, то имейте в виду, стоят они копейки. Очень приятное средство, наносится на кожу, очень легко, естественно, как водичка, жирной пленочки не оставляет, и лицо со временем, даже мне показалось, начинает потоново равнуваться. Очень приятная вода, пахнет, естественно, розами. Следующее, что я заказывала на iHerb, это два дезодоранта, один у меня куда-то потерялась крышка, но вот такой вот роликовый, шариковый, ролик этот уже засох, не ворочается, в общем, вот такая вот штука. И брызгалка тоже дезодорант, соответственно, без алюминия и хлорогидрат. В общем, короче, это гипоаллергенные, ну, не антиперспиранты, наверное, да, по крайней мере, так о них нигде не написано, это натуральные дезодоранты. Если вы сильно потеете, то пот-отделение, уж извините за то, что я, как говорится, о таком личном, пот-отделение у вас не прекратится, это не химические антиперспиранты, которые блокируют железо, да, и он просто предотвращает неприятный запах. Но если зимой, как бы, у вас не интенсивное пот-отделение, то он немного все-таки приглушает. В общем, я ими очень довольна. Я уже, наверное, года 2-3 не пользуюсь химическими дезодорантами, потому что, ну, знаете, во-первых, доказано, что от них бывает рак груди, а во-вторых, если уж и не рак груди, не дай бог на самом деле, то, по крайней мере, вот эти вот, как они, которые вот пот у нас-то выделяют, забыла совсем, они забиваются, и вполне возможно, что вот эти вот лимфоузлы или что там вот это под мышками, они опухают. Я неоднократно такое видела, поэтому такого счастья мне не надо. С запахом пот справляется отлично на весь день, работает, ну, чуть менее 24 часов, но, в принципе, 24 часа на улице я не нахожусь. Нанести дома можно абсолютно без проблем. По поводу вот этой брызгалки. В начале я говорила, что она мне не понравилась, потому что наносишь под мышки, и она растекается. Сейчас я изменила свою точку зрения уже по прошествию закончившегося вот этого вот тюбика. Сейчас вот что я напылила, я сама не поняла. Ну, в общем, ладно. Короче говоря, летом этой штукой приятно очень пользоваться, потому что жара. Зимой это неприятно, потому что я постоянно мерзну, и вот какая-то дополнительная вот эта орошающая влага совершенно тут, в общем-то, мне не к месту. Вот это вот суперсредство впитывается среднее, не мгновенно, то есть не пройдет там 30 секунд, и все это очень быстро впиталось. Нет, иллюзий по этому поводу питать не стоит. Но какое-то время проходит, впитывается абсолютно без всяких проблем, по крайней мере, для меня. Следующее, что я вам хочу показать, закончившееся, первое, кстати, закончившееся вот такое вот масло от Organic Shop тоже. Это натуральное, 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 очень натуральное масло виноградной косточки для лица. Рассказывала уже, что для лица слишком жирное, очень плохо впитывается в кожу, поэтому для лица можно использовать только если через 10-15 минут вы промокаете это сухой салфеткой. Использовала исключительно под глаза, добавляла в мыло, если кто-то не знает, я варю мыло, и, может быть, одну капельку в какие-то крема, если кожа сильно пересушена. Под глазами наносила совсем прям вот пол капелюшечки, хорошо размазывала, такими вот движениями еще прихлопывающими наносила. В принципе, впитывается неплохо, на лицо нет. Кстати, мне показалось, что мало того, что кожа под глазами стала очень нежной после этого масла, после этого масла у меня стали очень быстро расти ресницы. У меня на самом деле ресницы очень короткие, и они вот так вот вниз смотрят, но после этого масла, по прошествии, наверное, 3-4 недель, я заметила, что даже тушь на мои ресницы наносится гораздо проще, и вот они какие-то действительно такие более распахнутые стали, более длинные. И последнее, что я вам покажу, это вот такая вот штука, это такая вот жидкость, короче говоря, смывка макияжа с глаз, я так понимаю, да, Makeup Remover. Она попалась мне в какой-то коробочке, первые два раза я ей пользовалась, хватило меня, кстати, очень надолго. Я каждый день ей смывала макияж с глаз, очень нежная, при попадании в глаза абсолютно никакого раздражения, абсолютно не щипет, в общем, никакого дискомфорта. Единственное, что тени смывает вообще на ура без всяких проблем, но даже с неводостойкой тушью происходит какой-то просто коллапс. Мало того, что очень плохо смывает, по крайней мере, тушь на моих ресницах, она еще размазывает, поэтому я вот до того, как умоюсь или применю еще какие-то средства для умывания, я просто даже с лица не могу вот эти вот кружки убрать. Поэтому, если какой-то макияж, типа, там, теней, или, может быть, даже тональный крем где-то я подтираю, или пудру, если у меня нанесена, но с тушью справляется очень плохо. Даже поначалу хотела купить полноразмерную версию, потому что, на самом деле, продукт очень приятный. Ну, действительно, очень приятно им пользоваться. Ну, конечно, вот это большой-большой минус того, что, по сути, с макияжем глаз справляется так вот, знаете, на троечку. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. На сегодня все. Пока!